Мы все-таки с вами встречаемся регулярно, и мы, ну, скажем так, мы можем себе позволить, да, выбрать главное. Я считаю, поэтому мы вот эту часть, да, нашего разговора, я считаю это главным. Ну вот извините. Мы абсолютно правы. Я считаю, это важнее. Мы абсолютно правы, по сути страны, не государства, а страны. Это важнее, чем вот эти, скажем так, переезды Зеленского с одной европейской столицы в другую. Это важнее, чем вот эти объятия Макрона, там, Мелонии, ну и там Шольц, вот это все. То есть это важнее. Но без вот этих понимания вот этого визита, этих очередных визитов, там, цветок мира от Папы Римского, вот это все, как бы то, что мы, то, что звучало, то, что выглядело, и какой был итог, я тоже не могу. Как съездил Зеленский? Сейчас я тоже, как и вы, переключусь, я готов к ответу. Я напомню, что в сентябре, в начале сентября, вернее, Владимир Зеленский, говоря о подготовке, завершении подготовки плана Победы, а мы с вами долго разбирали вот эту игру слов, у нас план мира и план Победы. Я тогда, если вы помните, в эфире говорю, что план Победы, по всей видимости, презентуется на Западе как технология, путь к некоему плану мира. Ну, собственно, так сейчас вот уже команда президента это объясняет. Они долгое время путались, значит, в этих названиях, сами себя и других путали. Это способ пути, в котором нужно убедить западных партнеров. Я это напоминаю, потому что акцентом тогда позиции Зеленского было то, что главное, и наш главный партнер, который должен нам помочь, который должен принять этот план Победы, это Соединенные Штаты и лидеры Соединенных Штатов, и действующий президент, и оппоненты из Американской партии. И он называл имена, кого он познакомил с планом Победы. Он говорил о Байдене, о Харрисе, новом кандидате в демократах, и Трампе. Больше, более того, с этим же было связано некоторое, ну, такая, честно говоря, дешевенькая, но интрига психологическая, что план есть, но вот мы покажем лидерам Соединенных Штатов, а уж потом, когда согласуем, ну, тогда разберемся, в чем суть, и что же это за план такой. Как будто я на каком-то ярмарке с заманухой, а не на серьезном обсуждении проблемы о судьбе страны и том, что ей предлагается. Ну, пишем это на государственную тайну, хорошо, но дело-то в том, что мы видели ход визита Зеленского в Соединенные Штаты, и визит очень тяжелый. Я бы даже сказал, даже не с точки зрения каких-то результатов, потому что если эти материальные результаты в Соединенные Штаты помогали и будут помогать Украине по своему плану, и мы о нем говорили, по своему плану. Какие виды вооружения давать, когда, они тоже ведут фронт, у них работает разведка, они согласовывают эти поставки, как я понимаю, с украинским командованием в составе объединенного командования. Работает машина своего планирования, независимо от новых просьб. Но, судя по всему, все, с чем приехала Украина в Соединенные Штаты, осталось как минимум без ответа, как минимум. То есть мы услышали какие-то дипломатические реплики, что хорошо, будем думать, но война это же не проект-стартап, который может начаться через полгода, через год. Вот война это повседневность Украины. И если принимается решение, например, повлиять на фронт, интенсифицировать его, обеспечить вооружение, это никогда не будет. Есть задачи, которые, если мы не решаем сегодня, они могут перевернуть всю военную картину. Если нам необходимо было резкое усиление, связанное с вооружением, из-за изменений на фронте осенью, это нужно делать осенью. Потому что мы видим, что происходит на Восточном фронте, на Южном фронте, что происходит с Курским плацдармом. И любое затягивание, или вот это, как нам выбрасывают через заявление, что нужно подумать, посоветоваться, еще перенести. Каждую неделю такие потери. Там не могут не знать, значит, о чем-то другом речь. Значит, с чем-то просто по сути не согласны. Не в мелочах, по сути с чем-то не согласны. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что помощь будет оказываться, сейчас каждый транш можно представлять теперь как поддержку нового плана. Но, вероятнее всего, все сложнее. И американцы продолжают реализовывать тот план, на котором они сошлись весной. Кстати, для меня очень важным маркером, именно такого понимаю, является недавнее заявление Джексона, спикера Конгресса, который, кстати, дал добро на 60 миллиардов. Джонсон, да, Майкл Джонсон заявил про аппетит его заявления, потрясающе просто. Совершенно верно, да. Но надо его исторически правильно прочесть. Джонсон весной, несмотря на критичность, он дал добро. Он включился в эту подготовку, в голосование по большому пакету 60 миллиардов. Более того... Он помолился перед этим. Да, более того, тогда же кивнул, как говорят, и трону. Это что означает? Что независимо от того, что мы слышали, весной 2020 года на уровне американских элит был какой-то стратегический консенсус. Ну, по-другому невозможно это объяснить. А консенсус по поводу какого-то плана, где они сошлись. Я вам излагал эту версию, как я его читаю. Независимо от бумажек, как я читаю, почему стало это возможным. Это длинная стратегическая оборонительная война, изматывание России, постепенные клещи нефтяные, финансовые и так далее. А события осени могли изменить этот подход, радикально изменить. Более того, они поставили под угрозу стабильность обороны Украины. Об этом пишут ведущие таблоиды в Европе и в Соединенных Штатах, анализируя события после Ковской операции. Почему это все это напоминаю? Потому что сейчас Джонсон сказал, что в случае победы Трампа они не видят дальнейшей помощи. И это не ляп, это не для красного словца. По всей видимости, в американском истеблишменте идет какая-то перезагрузка понимания, как быть с Украиной. Перезагрузка. Я еще хочу подчеркнуть, американцы не откажутся от помощи, поддержки. Не об этом речь. Может измениться их позиция в отношении того, как поступать. Вот это мы поддержим, а это мы не поддержим. Понимаете, да? То есть мы остаемся вашими партнерами, но вот это направление мы не поддержим. А здесь мы будем помогать, потому что взяли обязательства, большая политика и так далее. И я думаю, вот с этими изменениями в американской политике в целом и в двух ее лагерях, республиканском и демократическом, связан перенос Рамштайна. Потому что до Рамштайна нужно было принимать решение, которому Запад не готов. И они просто ушли от ответа, ушли от запросов. Первое. Второе. Я не исключаю, что военно-политическому руководству Украины дали понять в Америке, что все, что вы заявили и просите, это не у нас, это в Европе. Вспомните позицию Трампа. В Европе. Вот если европейцы пойдут на ваши просьбы, предложения, ну мы тогда, может быть. И возникает вот этот большой вояж по столицам, где оказывается мы тоже всем презентуем план победы. Да, да, оказалось. Вы же видите по Америке, да, и по Трампу. Это же потрясающе просто. Это потрясающе. Трамп на каком-то митинге, да, пересказывает свой разговор с лидером какой-то неназванной страны. И говорит, если вы платите 2% ВВП в общий котел НАТО, мы вас защищаем от русских. А тут его спрашивают, подождите, а если мы не заплатим 2%, ну значит вы не защищены. То есть это ведь, это тоже перезагрузка отношений вообще не только к Украине, а вообще к вот этой теме безопасности. Ну, Александр, вы знаете, я тоже, я сам иногда, значит, в пылу разговора становлюсь эмоционален, но я хочу акцентировать. Судя по всем этим событиям, переговорам Соединенных Штатов и сейчас вот с двигом Рамштайна, ну вроде бы связи с ураганом, но мы тоже цепляли эту тему. Можно было и с ураганом, если честно, провести серьезные переговоры, потому что есть оперативная задача, которая решается от всей группы. Да, военно-техническая помощь, там деньги одних, закупка у других, но то, что сейчас с немецкой помощью происходит, в которой участвуют, по сути, 5 стран, по-моему, в обеспечении этого пакета. Ну, раз сдвинули, значит, что-то серьезное в плане разночтения, раз, и второе, учитывая проактивность, высокую проактивность украинской дипломатии, поездки президента, все очень серьезно в целом с фронтом и с вот этой невоенной стороной отношения Украины-России. Почему серьезно? Потому что, судя по поведению России и ее вооруженной сил, в Россию вошла в определенный раж, ну, слово не очень такое политологическое, но она почувствовала, что это хороший шанс усилить давление, что есть ряд возможностей, возникших и с Курской, и с Курским плацдармом, и с вот этой суматохой на Западе. Поэтому я еще раз хочу вернуться к этой версии, что в повеседневости и осень, и зима будут очень активны на фронте, никаких там затишений. Ну, возможно, будут изменения, так сказать, способа ведения войны, но это будет очень активная зима. В Кремле, видимо, считают, что это будет для них очень выгодная зима. Плюс, ко всему, очень выгодная международная обстановка складывается, связанная с тем положением, в котором оказывается Украина, и есть невозможность обеспечить новые планы. Невозможность обеспечить. Во всяком случае, пока, сколько не планирую на 2025 год, на пока, ничего быстро, срочно не происходит. Наоборот, идет затягивание. И второй немаловажный момент в этой связи. Я думаю, что в Европе, ну, есть внешняя сторона, которую мы видим, встречи, рукопожатия, цитаты, поддержки, это все понятно, это публичная дипломатия. Но, судя по критическим публикациям, судя по гипотезам, которые выбрасываются в Европу, в Европе, а мы говорим, прежде всего, о ключевых партнерах Украины, которые сейчас максимально включены. Это Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания. Те, кто много дают, и те, кто непосредственно включены в этот процесс обеспечения украинской обороны. Там главный вопрос. На следующем, ну, не этапе даже, а на следующем, при следующем обострении, способна ли Европа обеспечить объем, если у Европы средства, а самое главное, готова ли Европа к угрозе самой вступить в войну? Это военные действия, если того потребует ситуации. Вот, мне кажется, уровень, на котором сейчас могут обсуждаться проблемы взаимодействия в поддержке Украины. Три вопроса. Есть ли возможность, есть ли физические ресурсы, потому что деньги можно выделить, может не быть ресурсов. Ну, и третий, ключевой, наверное, в случае каких-то изменений на фронте, готова ли Европа или отдельные европейские страны стать участниками военных действий. Потому что эта тема всплывала еще в начале года, мы помним, да, изъявления Макрона скоропалительные и настроение ряда наших партнеров из стран Балтии, ну, и были подобного рода предположения, что, возможно, придется помогать еще и прямо. Но вопрос же не праздный. Прямая помощь, это вхождение в войну. И сейчас этот вопрос достиг уровня уже, ну, ядерных торгов. Мы знаем позицию Кремля, что в случае, если будет усиливаться помощь, появится дальний бой, изменится рисунок войны. Будут ответы по объектам других государств, партнеров Украины. Ну, и вообще война может расшириться. Я высказал эти пути с одной целью, чтобы предположить, что, видимо, в ходе нынешних переговоров, слушая положение плана победы, который, я надеюсь, мы однажды тоже хотя бы в общей чертах ознакомимся с ними, ну, хотя бы в общей, хотя бы. Ну, если будет актуально, конечно. Я думаю, будут, первое, ставить вопрос о реалистичности. Я когда-то только пошутил, что мы приехали с плана победы, а у нас будут спрашивать сначала показать план обороны. Вот покажите план эффективной обороны, если он нас убедит, мы продолжаем помогать, но мы будем обсуждать уже план вашей победы. Потом план эффективной обороны, встречный вопрос. Ну, и второе, тайминг и риски. Сколько еще и не несет ли в дальнейшем Российско-Украинская война риски Евросоюзу, странам, членам НАТО, вовлечении в прямые военные действия. Вот такой позиции сказал, если мне сейчас память не изменяет, вот о таком риске сказал, если мне память не изменяет польский министр Сикорский, который в одном из своих интервью, я уж не помню, с пранкерами или не с пранкерами, обрадет фразу, что, конечно, Польша пока не планирует, но если будет риск для Украины, что она будет терпеть, не дай бог, поражение, то Польша, наверное, будет рассматривать вариант прямой помощи. Так вот, этот вопрос волнует Евросоюзу. Прямой помощи Львову? Ну, это тоже, подождите, Саш, это Украина. Прямой помощи Украине. Не, Львов и Львов это Украина, конечно. В таком приземлении, да, это же вопрос каких-то геополитических гендерей. У меня пока идут принципиальные вещи. Но дело в том, что я убежденно считаю, что не НАТО в целом, мы видели это, по-моему, мы на стоим американской гендерей, не Евросоюз, который сейчас пытается вот как-то найти, ну, какую-то, какую-то свою дипломатическую линию в вопросе российско-украинского, ищет ее, не готовы, не желают и не хотят Европе войны. В чем это проявляется? Мы сейчас находимся во время подготовки бюджетов на 2025 год и принятий. Я ни в одной стране Евросоюза не вижу мобилизационных бюджетов. Кроме увеличения военных заказов, что понятно, началась гонка вооружений, но серьезных механизмов, связанных, например, с подготовкой и прочим, не вижу. В НАТО принимались решения об усилении контингента на восточном фланге, это да, такие решения принято. Но это не мобилизация, это скорее передислокацией. Передислокацией укрепления за счет имеющегося. Но подготовки Евросоюза и тем более НАТО к войне нет и пока не просматривается. А это что значит? Что прямая война пока исключается. Идет эскалационные такие игры, но не более того. Я думаю, что это серьезно скажется на переговорах с Украиной. Есть риторика поддержки, есть требования реалистичных шагов и недопущения распространения войны на Уроку. Вот это будет предметом переговоров. И пока здесь не будет найдено взаимопонимание, я думаю, у Трамштайна будет двигаться. На Трамштайне принимается конкретное решение. Что вам, сколько, когда и насколько это реально выполнено. Вот об этом речь. Андрей Васильевич, ну так а как насчет обмена оккупированных территорий на членство или супер гарантии от Запада или ну то ли в ЕС, то ли... Вот просто смотрите, мы думали, что уже все. Вот, да, ну, извините за некультурное слово, отгавкались представители украинской власти от этих публикаций, причем в разных, скажем так, совершенно в разных изданиях, да. И Вашингтон пост пишет, и там Кайера де ла Сейра, и ну прям много, да. Сегодня вот уже Шпигель написал, хотя уже все вроде бы и МИД официально вышел. И то ли у них верстаются газеты с опозданием, то ли что происходит, понимаете. То есть пишут и пишут, пишут и пишут, что будет обмен, что Зеленский смягчился в отношении переговоров с Россией, что будет все, собственно, как бы вот немножко не так, но по-другому. Пишут аккуратно, пишут в лоб, по-разному писали на этой неделе. Смотрите, но ведь это же тоже не просто так, дыма без огня не бывает. Или бывает, или наоборот вот этими публикациями украинскую элиту к чему-то подталкивают. Потому что, смотрите, еще раз, возвращаясь к началу нашего разговора про вот эти рейды, да, сейчас понеслась просто. Показывают нам каких-то военных, которые говорят, вот ты бы кричал, ганьба, если бы пришли русские. А Патураев выходит, говорит, такие проверки должны быть поставлены. То есть держатся, и тут мы видим в отношении вот этих разменов и договорняка, да, вот этого, или как возможности какого-то компромисса, тоже держатся. Ну тогда, зачем тогда об этом пишут? Александр, мне кажется, что мы с вами то есть так людям, которые дежавю не страдают. Ну, может быть, она проблема с памятью, правда, я же учу, что у меня с механической памятью проблемы, но у меня, скорее, память логически интуитивная. То есть я сейчас там могу отреагировать, на этот целый блок я всплываю. Так вот, мы с вами, наверное, помним позицию Зеленского, которая была сформирована в нескольких интервью сразу после швейцарской конференции. Он дал несколько больших интервью, в которых, кстати, они срезонировали. И одно из положений, которое можно вспомнить, я думаю, оно отражает и реальное умонастроение Зеленского. И он говорил, что да, хорошо бы войну закончить до конца 2024 года, что нужны для этого подходы, методы, ну, какие они над этим работают, готовятся новые планы. Он тогда тоже об этом говорил, какие-то планы. Но самое важное, он допустил, что территории могут возвращаться в состав Украины не военным путем, а другим. Это революция была в заявлении. И, возможно, по каким-то вопросам даже придется проводить референдум. Слово референдум тоже, как воробей, вылетело. Я не собираюсь выстраивать каких-то гипотез, что имел в виду Зеленский. Вот пусть однажды он сам посчитает возможным изложить, что же крылось за этим предположением. Но я исхожу из посылов, от которых отталкиваюсь сам. Да, я сразу говорю вам и зрителям, у меня есть, и я постоянно работаю над выработкой своего взгляда, своих предложений, как можно было бы. История меняется постоянно. Каждый квартал, каждые полгода новое обстоятельство. То, что касалось, мы обсуждали с вами год назад. Помните про активную европейскую дипломатию, форсированное вхождение в Европейский Союз. Да, это было, на мой взгляд, очень адекватным подходом на старте года, после событий 2023 года. Ситуация меняется достаточно серьезно и существенно, и с точки зрения хода войны, и с точки зрения геополитических обстоятельств. Но я исхожу из нескольких посылов, которые не зависят от публикации. Первый посыл. Для России решение по оккупированным территориям, для Кремля, для политической элиты, для вот этого всего медиа российского пространства, воспринимается как окончательное. Это я подбираю слова. Воспринимается как окончательное. То, в всяком случае, в ближайшее время в этом формате Украина-Российская война и переговоры по поводу войны, они даже не будут реагировать на предложение об суде территории, потому что они включили их в Конституцию, они там сейчас занимаются дизайном Донбасса, других территорий. В формате российско-украинской консультации переговоров, тему пересмотра территории, Россия поднимать не будет и не будет вестись на это предложение. Я думаю, что теперь украинская сторона. Можно предполагать, что кто-то предлагает украинским политикам пойти на какие-то компромиссы. Но дело в том, что за два с половиной года за счет работы медийной машины, за счет сложившейся в моностроении психологии войны в Украине, то, что я фиксирую, такой своеобразный парадокс сознания массового. Желание завершить войну растет, мы видим рост процента запроса на прекращение, это проблема усталости, но при всем при этом показатель представления украинцев, как должна завершиться война, ну не только военные действия, в целом война, территории должны вернуться в Украину. Устойчивое настроение, что все наше должно остаться у нас. Мне кажется, что на сегодня ни один политик... Пока что наше? Сейчас, сейчас, подождите. Нет, вы сейчас начинаете, смотрите как, ни один политик, вот это все. Еще раз говорю, западная пресса, запад, от которого мы получаем деньги. Запад, куда мы ездим, планы показывать, а украинцам не показываем. Запад, который фактически, да, ну, там играет, ну, в общем-то, тебе не толкай, да, какой именно запад будет больше нам помогать. Там выходят вот эти публикации о смягчении, о... Смотрите, мы просто... Александр, я бы на все ваши вопросы ответил, если бы вы послушали. Нет, мне кажется, мы сейчас попадаем в воронку какой-то пропагандистской чуши. Вот правда. Это не потому, что вы сказали, а потому, что мы все находясь в этом, ну, как поняли, атмосфере. И нам рассказывают, нет, не, ну, конечно, мы не можем отказать. Так так и пишут. Никто ни от чего не откажется, но по факту будет вот так. Ну, то есть, это запад пишет. Это не... Вы меня дослушаете, чего вы пыхтите? Ну, слушайте. Все верно, все верно. Ситуация напоминает легкую шизофрению. С одной важной запятой. Двусторонних отношений, которые, кстати, сейчас заморожены, отсутствуют напрочь, да, в реальности, России и Украины, связаны с возможными гипотетическими консультациями, переговорами. Это нерешаемо в принципе. Но, почему эти публикации могут появляться в ведущих западных изданиях? Потому, что по существу вопрос российско-украинской войны может обсуждаться по существу. Не о территориях, а по существу. Приходить военные действия, правила безопасности только на уровне большого диалога с уступками. Россия, Запад широкий в смысле, уже Россия, НАТО. Ну, и со всеми элементами. В рамках которого, достигая больших компромиссов, ну, например, по разоружению, по оружию, по ядерному оружию, по периметру безопасности, по распространению, ограничению база вооружений у союзников России, это Белоруссия, Калининградская область России, где тоже размещено огромное количество оружия НАТО, продвинулось на восточной границе и на север. Вот во всех этих периметрах, если будет найдена какая-то золотая середина, золотая середина, в рамках него можно говорить и о решении по существу проблемы с Украиной. Только решаться-то будет, получается, по формуле без Украины. Да. И те варианты, которые мы читаем сейчас в западной прессе, они к чему подводят? Что в рамках российско-украинской войны и возможных российских переговоров это невозможно. Но как-то выйти из войны нужно по-другому, с какими-то большими уступками, в которых и Россия может пойти, тоже может пойти тогда на компромиссы, но как минимум по особому статусу территории. У тебя же они трактуются просто как части Российской Федерации. А в каком случае можно предположить, что Кремль пошел бы на какую-то особенность территории, например, с особой автономией? Ну, если какие-то будут плюшки со стороны Запада, связанные с Восточной Европой, связанные с санкциями, связанные с Балтийским морем, связанные с демилитаризацией Арктики, наверное, так. Поэтому, если и начнутся такие вот консультации, это процесс, который затянется на годы. Но я уже говорил с одним из наших коллег, и хочу вам подтвердить, что такой процесс возможен, только, к сожалению, не в ближайшее время точно. Почему? Потому что Российско-Украинская война также, второй элемент глобальной войны, это Израиль-Иранский конфликт, который тоже балансирует на грани. Они уже запустили гонку вооружений. Перевооружаются все арсеналы, переструктурируются армии. Пока этот процесс не будет завершен до новых паритетов, к сожалению, переговоры о балансе, ну, будут, чисто теоретически, практически будут невозможны, теоретически. И, к сожалению, эта проблема возникла еще потому, что война затянулась. Вот если бы была возможность в 2022 году, но если не в начале, то в конце выйти на формулу замораживания военных действий и какого-то переговорного процесса. Если бы страны не успели перезагрузить свои бюджеты, не были бы приняты радикальные решения, значит, о переходе на новые виды и типы оружия, многомиллиардные заказы на Патриот и там Абрамса и прочее, был бы шанс выйти на вот эту дипломатическую сизию уже в 2023 году, глобально. Но к 2025 году это влияет нереально, пока не провернется военная машина. НАТО расширен, формируются новые периметры, вооружается Северная Европа, усиливается восточный фланг, мы видим, как растут базы, увеличивается количество контингентов, перевооружается армия Соединенных Штатов, перевооружается Франция и Германия. В Германии вообще этот процесс местный ОПК воспринял с радостью, потому что наконец-то, наконец-то. И в рамках вот этого процесса останавливать или идти на большие договора, на большие договора, просто невыгодно. Но в чем парадокс? По стратегическим договоренностям, новом балансе почвы нет, а российско-украинскую войну хорошо бы притушить, потому что она несет дополнительные риски, о которых мы говорили. Вот мы находимся в этой вилке, я не знаю, как сейчас пыхтят дипломаты и их аналитические консультанты, но найти идеальную формулу, которой можно было бы притушить войну, но продолжить и завершить гонку, чтобы гонка вооружения циклично. Это перестройка укладов и перевооружение технологическое, но требует времени и заказов. Какой тут может быть, возможно ли какой-то вариант сочетания вот этих двух задач, разведки во времени, деэскалировать войну, но завершить взятый цикл гонки вооружения, мне сейчас сказать сложно, могу только гипотезами. Только гипотезами. Но для того, чтобы пойти на это, нужна и новая позиция Украины. Готовность к историческим каким-то промежуточным компромиссам, зная общий план, понимаете? Ну так, общий план. Не знаю. Это, наверное, самое интересное. Теперь мировому ВПК, вот уже к концу до этого года, нужен этот цикл, это минимум 3-5 лет. И эти 3-5 лет как-то надо пройти, чтобы локальные конфликты не превратились в континентальные войны.